Кто по воле Закрывает глаза ладонями Затыкает уши пальцами Чтоб не слышать, не видеть ни качества А любовь — это то, что важно Но лишь однажды Дорога тебя ведёт К тому, кто ждёт Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Ночь прогонит и посмеётся Над нами синим небом Кто по воле Кто не по воле Примеряет чужие роли Наряжает Правда и ложь Пряча за спиной и ночь А любовь — это то, что важно Но лишь однажды Разбивая руки в кровь Покориться ей готов Снова утро нас разбудит Ультрафиолета Ночь прогонит и посмеётся Над нами синим небом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие великолепные музыканты группа «Глинтвейн» Под ваши аплодисменты хочу вас с ними познакомить Иван, Сергей, Антон, Михаил Давайте ещё раз закупаем ребят в аплодисментах Вопрос к вам такой Собрались мы сегодня не случайно Как я уже сказал, 29 числа состоится большой велозаезд Группа «Глинтвейн» и «Велосипеды» Насколько вы совместимы? Потому что, скажу честно, вас вижу или на концертных площадках Или на экране телевизора, или на афишах Антон, давай, наверное, с тебя как с главного солиста коллектива Ну как? По-всякому бывает В основном всё зависит от выходных Если выходные есть, получается время Между студией, репетицией, концертами То, конечно же, велосипед Но иногда бывает так, что зимой, как я любитель велосипедов У меня не получается, поэтому я купил себе эллиптический тренажёр Думаю, поэтому занимаюсь практически каждый день То есть сам процесс не куда-то ехать, а крутить педали? Ну нет, куда-то ехать намного интереснее Хотя зимой, когда никуда не едешь, так сказать, на велосипеде Нужно просто включить компьютер, там, сериальчик Стоишь, крутишь педали и как бы совмещаешь приятное с полезным Либо музыку тоже послушать, там, клипы посмотреть Очень полезно Иван Ну, велосипед я очень люблю С детства езжу на велосипедах Ну, сейчас получается, конечно, пореже Хотя на работу с удовольствием можно проехаться и на велосипеде Ну, и тоже дома есть тренажёр, который называется велосипед И тоже сериальчик Ну, на телефончике, музыку Ну, у нас друг другу передаём, так сказать Да Тренажёрщик один на всех Нет, идеи сами вот эти вот То есть, я так понимаю, что велотренажёр или псоид Это у вас уже, скажем так, корпоративное Да, у нас один купил, заразил другого и всё, и пошло Друзья, а для вас велосипед это Присоединяйтесь к нашему разговору Наш Вайберг готов принимать ваше сообщение на тему Что же, чем же для вас является велосипед Ну, и, конечно же, звоните к нам в студию Рассказывайте ваши велоистории Мы работаем в прямом эфире Ну, и номера телефонов, как всегда, на ваших экранах Этим вечером будем не только готовиться к открытию нового велосезона Но и велосипеды свои постараемся подготовить Мы начинаем, не переключайтесь Это программа Добрый вечер, Гобель на телеканале Беларусь4 Сегодня, друзья, мы готовимся к предстоящему велосезону Вы знаете, не мной замечено, но всё-таки хочу озвучить такой факт Что с каждым днём велосипедистов на улицах становится всё больше И с тем, что велосипед – наилучшие в мире средства передвижения Соглашаются с каждым годом всё большее количество людей Вот смотрите, поездки на велосипеде Экономичны, экологичны, полезны для здоровья В общем, велосипед полезен А о достоинствах велосипеда можно перечислять половину программы, а то и больше Ребят, Антон, ты помнишь свой первый велосипед? Конечно Ещё как такой велосипед забыть? На нём не было тормозов Да Сколько в нём было колёс? Ну, слава богу, четыре, а потом мне открутили два лишних И научился ездить на велосипеде уже где-то в возрасте пяти лет А открутили по твоей просьбе? Или родители посчитали, что хватит? Нет, у нас уже просто ребята некоторые, которые чуть постарше у меня были на год Они уже, смотрю, ездили без этих дополнительных колёсиков, так сказать Ну, а мы же молодые, нам всё интересно Маленькие Молодые? Я бы сказал, малые Малые, ну И мы сказали, открутите нам колёса, мы тоже хотим на двух кататься И вот, помню, первые свои поездки, они, конечно, заканчивались по-разному Где-то там в репейник залетишь, где-то там в кусты Ну, это в лучшем случае, в репейнике хотя бы хоть какая-то амортизация Хоть глаза остались целы, честно Первые были уроки велосипеда, но буквально часа два-три, как я помню, недолго я так учился И уже как бы понял вот этот момент Вошёл во вкус, как говорится Да, и уже потом катался без остановок Ну, так же тормозов не было, остановиться было сложно Как без тормозов? Что можно было? Ну, тогда такие советские велосипеды были, боже мой По-моему, советские велосипеды были самые надёжные, особенно детские Ну, конечно, они же были железно-неподъёмные Попробуй-ка его на третий этаж затянуть, один маленький в пять лет А, хотел кататься, любишь кататься? Да, люби, саночки возить Иван, каким должен быть велосипед, вот, чтобы тебя полностью со всех сторон устраивал? Ну, у меня... Ну, с тормозами, наверное Это обязательно, главное... Слава богу, и... Не все сегодня в эфире, я тебе это докажу Тогда я молчу Ну, главное, чтобы велосипедист не был тормозом, да? Святые слова А велосипед, даже самый простой, Аист, или Минск, очень даже хороший велосипед Крепенький И можно с удовольствием ездить, да, без всяких лишних наворотов, там куча скоростей Я на таком объездил весь Гомель в свое время На обычном велосипеде, который называется Аист А начинал я учиться, тогда был велосипед Орленок, кто помнит Ну, Орленок, это, да Такой средненький велосипед Были падения, были... Ну, наверное, мечта каждого советского школьника Это был раскладной велосипед Да, был раскладной тоже У нас уже был дальше, попозже Когда мы стали постарше, уже было 10-11 лет Вот тогда появился раскладник Назывался дамский велосипед такой Ну, не знаю, как дамский, он-то назывался тоже, по-моему, Аист, да? Первый такой Ну, тоже тяжелый был, там рама толстая такая была, железная Это, не знаю, что он там сделан был Безусловно, о велосипедах сегодня, о пристрастиях велосипедных Продолжим разговор, друзья Ну, а я к нашему разговору хочу пригласить еще одного нашего гостя Давайте ему поаплодируем Председатель общественного объединения Велогомель Дмитрий Трусов Тоже сегодня у нас в гостях Димов, привет Добрый вечер Если неправильно тебя представил, ты меня поправь Я член правления областного общественного объединения Велогомель Председатель у нас другой Светлана Драгунцова Все равно эти аплодисменты тебе Дим, вот как я уже сказал 29 числа, 29 апреля состоится открытие велосезона Да Все ли готово? Да, уже все готово, все подписано, все согласовано Маршрут уже известен Точки старта, финиша известны Мы всех приглашаем Мы уже давно открыли регистрацию предварительную Чтобы хотя бы приблизительно знать, какое количество участников ожидать на велопробеге Чтобы нам немножко лучше и более детально подготовиться Ну вот по твоим наблюдениям, даже вот по сравнению с тем, что было 2-3-5 лет назад Насколько людей на велосипедах стало сегодня больше? На самом деле сейчас мы переживаем такой велосипедный бум Потому что велосипед стал мейнстримом Раньше нас было гораздо меньше, сейчас в разы больше И даже если сравнивать 2-3 года назад У нас даже в велосообществе нас, по-моему, было около 2 тысяч А на сегодняшний момент нас уже почти 5 тысяч Только в группе Но на дорогах, скажем, на улицах нашего города их значительно больше Я думаю, что ты сам уже успел это увидеть в ближайшие дни Да, то есть как тепло наступает, то сразу можно уже увидеть, что велосипедистов достаточно много на улицах И, скажем так, это, конечно, радует Потому что велосипед, как ты говорил, это действительно экологический вид транспорта И это надежда на светлое, зеленое будущее Ну и хочу сообщить всем, что велосипед, вот не за горами пляжный сезон Раз уж пошел об этом разговор Прекрасный вариант подготовиться, привести себя в норму В форму, конечно После всех зимних дел Хочется еще вспомнить об одном событии Велогомель в этом году Это лето для объединения знаковое Да, на самом деле это будет очень знаковое событие Мы приготовили, скажем так, у нас в процессе приготовления находится одно большое мероприятие Это будет такой вело-фестивальчик Мы его планируем провести совместно с Минским велосипедным обществом Мы туда приглашаем сейчас различных соорганизаторов Это будет достаточно масштабно, очень обширно и очень интересно Я вот хочу наших зрителей также подключить к нашему эфиру У меня в руках пригласительный билет на двух человек Прекрасное заведение в картинную галерею Гаврила Ващенко Достанется этот билет кому-то, дорогие друзья, из вас Нужно всего лишь правильно ответить на вопрос Позвоним к нам по телефону от студии Сколько лет в этом году исполняется объединению Вела Гомель? Как ты думаешь, достаточно сложный вопрос? Ну, я бы сказал, немножко надо внести корректировочку Сколько лет исполняется общественному движению Потому что областное общественное объединение у нас появилось только в феврале этого года Ага То есть, ну, если вы его отмечаете, значит, это круглая дата Значит, это будет юбилей Да, это будет, это все-таки фундамент для нашего областного общественного объединения И это действительно очень значимое для нас событие Друзья, сколько лет исполняется Вела Гомелю? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору И, возможно, за правильный ответ кто-то получит этот пригласительный билет От программы Добрый вечер Гомель Телефон на ваших экранах Основные функции Вела Гомеля сегодня, они каковы? Сейчас мы очень активно пытаемся продвигать концепцию развития велосипедного движения Уже, насколько я знаю, утвержден областной план развития Скоро будет заседание большое И мы будем рассматривать поэтапное создание различных вопросов То есть это и велоинфраструктуры, и различных мероприятий И различное содействие с различными структурами То есть у нас запланирован на май уже, к сожалению, мы пока все переносим-переносим Потому что очень тяжело собрать первых лиц нашего города Как раз посвящен будет он этой самой концепции И будет небольшое обучение от наших минских коллег То есть, если я правильно понимаю, то велодвижение настолько активно развивается Что, если честно, я думал, что только то, что связано с автомобильным транспортом Оно обсуждается как-то вот с привлечением первых лиц Представителей крупных организаций города-области Ну, собственно говоря, сейчас просто нас становится столько много Что проблем становится, соответственно, тоже очень много И их все равно надо как-то решать И, скажем так, вместо того, чтобы решать их как-то не структурированно Все-таки лучше, когда есть организация, которая занимается конкретно этими вопросами Потому что мы знаем конкретно, что нужно нашим велосипедистам И мы уже представляем их интересы на уровне города или области Ну, кстати, а что сегодня волнует, беспокоит велосипедистов? Ой, на самом деле мы недавно запустили большой велосипедный опрос Он будет представлен в том числе и на собрании в облсполкоме И, скажем так, основные проблемы, которые высказывают участники данного опроса Это плохая велоинфраструктура, потому что всем хочется ездить безопасно в первую очередь И у нас сейчас очень много участков, где это достаточно проблематично То есть это или отсутствие велополос, или ямы То есть после зимы очень много есть плохих дорог Это высокие бордюры, безбарьерная среда Это не только для велосипедистов, да, не стоит забывать Но это и для мам с колясками, это для инвалидов-колясочников И на самом деле это очень обширный вопрос Ну и, скажем так, одна из наболевших, наверное, проблем Это в том числе и изменения ПДД, которые были сделаны когда-то Когда велосипедистов, скажем так, попросили уйти с проезжей части на тротуар То есть, ну, скажем так, людей, которые родились в Советском Союзе Для них это, конечно, очень непривычно, очень проблематично И за счет этого создается очень много проблемных моментов К нам, к нашему разговору присоединились наши зрители Давайте послушаем, кто к нам звонился Алло, здравствуйте, добрый вечер Давайте с вами знакомиться Как вас зовут, откуда вы? Анатолий, вопрос такой Вы являетесь велосипедистом? Есть ли у вас велосипед? Сейчас нет, да? Сейчас нет, а раньше было А сейчас куда он делся? Ну, просто нет и все Сломался? Да Ну, как-то надо справляться с этой ситуацией Потому что до открытия велосезона остается все меньше и меньше времени Ну и согласитесь, покататься на велосипеде Это достаточно большое счастье Итак, вот у меня в руках пригласительный билет Возможно, он достанется и вам Скажите, пожалуйста, сколько лет исполняется Вела Гомелева? Я не уверен, но я думаю, что это 5 лет Ну, по-моему, гораздо больше Анатолий Увы и ах Подумайте, посмотрите Кстати, в интернете же есть эта информация тоже Да, конечно Ну, а пока что билет остается у нас Присоединитесь к нашему разговору Возможно, кому-то из вас сегодня повезет Дим, а вот сам ты на велосипеде сколько лет? Потому что я тебя сколько знаю Сколько мы с тобой знакомы Ты всегда не расстаешься со своим двухколесным транспортом Ну, собственно говоря, тебя интересует сознательная жизнь Или вообще, собственно говоря, с какого года я начал То есть это еще и на два периода разделяется у тебя Ну, как и у всех Естественно, я сел на велосипед в детстве Это был тоже велосипед с приставными колесиками Позже был вот выше оглашенный, да, Орленок И уже потом взрослый Ну, скажем, первый мой велосипед, который я купил Это приблизительно, наверное, в то же время Как и появилось в велосообществе Велогомель Только я тогда еще про него не знал Вот, это приблизительно, наверное, около 11-12 лет Ну, может, чуть-чуть даже раньше, чем появилось За это время сколько велосипедов уже сменил? Скажем так, те, которые я купил, еще ни одного не сменил У меня два велосипеда Один у меня для зимы, другой более активный То есть целый велопарк? Да, я не стараюсь избавиться от своего первенца, так скажем Вот потому что он исполняет свои обязанности Давайте послушаем у нас сейчас один телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы к нам? Оксана, вы катаетесь на велосипеде? Да, честно говоря, стоят у меня на велосипеде Сезон уже открыли? За продуктами, один, кого? Ну, а как часто? Сколько раз? Постоянно Постоянно, то есть на велосипеде всегда? Алло Алло Ну, итак, наш вопрос Пригласить ли у меня в руках? Возможно, он достанется вам Я думаю, что это 10 лет Вы слышите аплодисменты у меня за спиной? Сейчас они зазвучат? Конечно! Первый серьезный юбилей 10 лет исполняется Поправь меня, пожалуйста, сообществу Да, нашему общественному движению Исполняется 10 лет в июле этого года Оксана, оставьте, пожалуйста, ваши координаты Нашему редактору на телефоне Вам расскажут, где и как вы заберете Этот пригласительный билет на двои В картинную галерию Гави Иловаченко Кстати, пользуясь случаем, скажу, что сейчас в картинной галерее проходит огромное количество интересных выставок Особое внимание заслуживает выставка про движение Где можно познакомиться с творчеством молодых художников И увидеть прекрасные картины Так что всем рекомендую отправиться в картинную галерию Гавиила Иловаченко Ну, а про то, с какими вопросами обращаются То, какие вопросы интересуют в Велогомель, обсудили Как далеко вы путешествуете? Ну, на самом деле мы не ограничиваемся границами города, естественно То есть мы путешествуем и за пределы Это не обязательно даже, скажем, в Гомельской области Потому что у нас есть ребята с активной жизненной позицией То есть они ездят и на соревнования, и в велопоходы И просто в походы То есть у нас есть, скажем так, ребята, которые любят съездить, например, в Кавказ Карпаты, Крым Есть и ребята, которые ездят очень длинные дистанции То есть у нас есть велогомельчанин, который сейчас едет с Владивостока в Гомель Ты знаешь, меня всегда интересовал такой вопрос А ведь велосипеды, ну, они имеют обыкновение ломаться Да, конечно И? Ну, собственно говоря, у нас есть и веломастерские, которые помогают с этой проблемой У нас есть постоянные наши ребята Которые, в принципе, тоже начинали свое время в велогомеле У их истоков И сейчас, уже зная более детально, что надо И как лучше починить велосипед Пооткрывали веломастерские То есть у нас по городу их, в принципе, по каме, я считаю, достаточно И там окажут любую помощь Ну, Лада город С городом-то все понятно Ну, вот, как ты говоришь, отправляются в какие-то дальние путешествия Ну, не буду брать Кавказ, там, или какие-то дальние регионы На территории Гомельской области Насколько хорошо сеть веломастерских развита, например, по трассам? Ну, по трассам, к сожалению, их нету То есть все-таки это, пока, если у нас не настолько хорошо развита вообще велоинфраструктура То есть это прерогатива в основном городской? Да, это только города Я, например, еще пока не знаю ни одной мастерской за пределами городов То есть это, я думаю, еще предстоит как-то решать Возможно, это идея для уже мастерских То есть транспортировка велосипеда Если вдруг кто-то поломался за городом И проблемно добраться там до ближайшего городка То звонить в мастерские Велоэвакуатор вызывать? Да, да, да То есть такие существуют? Ну, собственно говоря, да Одна мастерская предоставляла услугу эвакуации именно велосипеда Если вдруг где-то кто-то поломался Спасибо тебе за эту информацию Разговор продолжим чуть позже Ну, а всем хочу напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире Наш номер на ваших экранах Присоединяйтесь к нам, звоните Пишите к нам в Вайбер И вопрос эфира такой для вас Велосипед Это интересно будет услышать ваше мнение Велоиндустрия со временем своего появления шагнула далеко вперед Рядом с классическим велосипедом Сегодня можно увидеть совершенно разные варианты Открытие велосезонок, не устану повторяться, состоится уже в эти выходные Так что готовьте свои велосипеды и готовьтесь сами Ну, а я хочу познакомить вас еще с одним нашим гостем У нас в студии, наверное, уже вы с начала эфира заметили Вот этот вот прекрасный белоснежный шедевр, который тоже именуется велосипед Автор этого велосипеда сегодня у нас в гостях Александр Вазапов Эти аплодисменты тебе Привет! Добрый вечер! Расскажи, много ли ты такой красоты уже навел с велосипедами? Или это вот эксклюзив? Ну, конкретно такой красоты одну, грубо говоря, да? Потому что это полный кастом, с нуля сделано Его не было, грубо говоря, да? Это не просто там распилить какой-то велосипед, что-то доварить Его просто не было, были водопроводные трубы Ну и в итоге через время получился он То есть это единственный неповторимый эксклюзив на всей планете Земля Сделанный с нуля и... Все, именно так Давай подойдем к велосипеду, расскажешь о нем все в деталях и подробно Длинный, белый, красивый, низкий Ну, то есть можно его приравнять к велосипеду класса лимузин? Элементарно, на самом деле Он удлиненный, поэтому это лимузин Он низкий, поэтому лоурайдер, да? То есть низкий ездок У него есть наклоненная вилка, да? Поэтому это чоппер Поэтому, ну, это я не знаю Эклектика в чистом виде, на самом деле Послушай, а вот вообще откуда берутся идеи? Как пришла идея создать вот что-то подобное? Я не знаю Просто велосипеды мне всю жизнь нравились, на самом деле И однажды я листаю журнал, уже почивший Хулиган назывался, да? Там как раз была статья про необычные велосипеды Они тогда назывались Растабайки Сейчас, в принципе, это именно орицательное тоже стало, да? Растабайк И, собственно, я загорелся идеей Что-нибудь либо купить, либо сделать Когда я узнал, сколько стоит купить Я понял, что лучше сделать, конечно Дешевле, надежнее И оригинальнее, на самом деле Будешь знать, что ни у кого такого больше не будет Да, да, естественно Скажи, ты делаешь только работы, так сказать, с нуля Или все-таки можно пойти в магазин Купить обыкновенный классический велосипед И как-то его трансформировать? Я думаю, тут все ограничено только фантазией Допустим, у меня несколько велосипедов Да, я один купил в магазине Допустим, выпускаемый белорусским производителем Да, сразу же не проехал ни метра Распилил его Переделал под себя, как что хотел, на самом деле Сейчас его не узнать То есть это, ну, как бы Никто никого не ограничивает в этом, понимаете На самом деле Эти аплодисменты тебе Спасибо Присаживайся Знаете, друзья, еще одно направление в велодвижении Это велосипеды без тормозов Это вот то, что я тебе сегодня говорил Я тебе докажу, что существуют велосипеды без тормозов И сегодня, через мгновение, будем встречать С этих ребят у нас в студии Не переключайтесь Дорогие друзья, я спешу пригласить к разговору в нашу студию Человека, который знает о велосипедах все И даже чуть больше тренер гомельской команды BMX Евгений Шустав Давайте встречать его бурными аплодисментами Жень, привет Ехал, ехал, доехал Привет Привет Присаживайся Сегодня въехал в студию на таком велосипеде Расскажи, как он устроен Про BMX мы уже неоднократно говорили Но вот я никак не могу понять, почему он без тормозов Как я уже неоднократно говорил При выполнении различных трюков Тормоза просто-напросто мешают Есть определенная система, которая позволяет Прокручивать руль на множество оборотов При этом тросик тормозной не перекручивается Но эта система довольно ненадежна И она ослабляет тормозное усилие И ты, грубо говоря, не можешь на полную катушку использовать свои тормоза Поэтому, в принципе, когда-то кто-то попробовал снять тормоз Понял, что можно жить без него Он не мешает, это проще, это легче И так вот это и прижилось Долго привыкал ездить на таком велосипеде? Или сразу все получилось? Ну, если сравнить с горным велосипедом, на котором я катался до этого То первой проблемой возникла эта жесткая вилка Велосипед на самом деле очень жесткий Он маленький Даже несмотря на то, что колеса у него довольно-таки пышные Они не мягкие, здесь накачано где-то порядка 6 атмосфер Они довольно-таки дубовые, дебелые И поначалу просто болели руки Ну, ты знаешь, глядя со стороны, как вы ловко на них прыгаете Может показаться, что да, велосипед просто как пушиночка летает Так ли это? Да, на самом деле это так Он довольно легкий Но, чтобы летать как пушинка, нужно очень долго практиковаться и тренироваться Соответственно, для того, чтобы выглядеть профессионалом Нужно очень-очень долго тренироваться Дим, вот пока готовил этот эфир Ты знаешь, были у нас в редакции некоторые такие споры Одни говорят, что велосипеды и BMX Ну, как бы это совершенно разные кланы Совершенно разные национальности велосипедные Что скажешь? Ну, на мой взгляд, велосипед, он и в Африке велосипед Просто, скажем так, умение ездить на нем Немножко будут отличаться Но, на мой взгляд, если человек хочет чувствовать себя в безопасности Он должен уметь, скажем так, ездить на велосипедах Как и с тормозами, так и без Потому что тормоза имеют свойство отказывать Вот, и в таких случаях лучше уметь тормозить без тормозов Но оно и для чего? Ну, собственно говоря, да То есть в практике разные случаи бывают Поэтому никто не застрахован А вот ближайший репейник, как мы уже сегодня рассуждали Да, в том числе У меня были случаи, когда прямо на гонке могли отказать тормоза И приходилось как раз-таки пользоваться техникой, как и у бимиксеров Бимиксеры с вами 29 числа тоже поедут? Да, конечно, мы не делаем ограничений по велосипеду Мы рады всем, поэтому приглашаем абсолютно всех Неважно, какой у вас велосипед Бимикс, кастом, горник, городской Неважно, приезжайте, получайте удовольствие и катайтесь вместе с нами Или ролики? Да, в том числе Жень, еще не могу не рассказать об одном событии, которое произошло буквально вчера Друзья, дело в том, что Евгений Шустав, тренер гомельской команды BMX Вчера принял участие в городском конкурсе Я уж сбился со счета, какой бы конкурсы, мистер Гомель Эти аплодисменты тебе за смелость, за участие в этом конкурсе Расскажи, с какими результатами завершился вчерашний день, вчерашний вечер? Ну, естественно, выбрали победителя Выбрали вице-мистера, призрительки симпатий И в различных номинациях наградили тех, кто отличился в чем-то, скажем так, больше Тренер команды BMX, какое место, какой титул занял? Я получил даже несколько, я считаю, очень полезных, интересных для меня титулов Я выиграл бесплатное обучение в модельной школе Нагорного Я выиграл, опять же, обучение в московской школе телевидения Что для меня на самом деле очень важно Потому что, идя на этот конкурс, я, в принципе, изначально не знал, чего я хочу Мне хотелось попробовать что-то новое Сцена, посмотреть вообще, как я смогу себя проявить И смогу ли я вообще проявить себя на сцене И уже в процессе подготовки к финалу Прохождение полуфинала Я более-менее определился Уже понял, что мне интересно Куда хотелось бы сделать упор И честно, естественно, я думаю, как и любой участник конкурса Я метил на первое место Ну, безусловно, как иначе Хотелось победить Но когда начали оглашать результаты Оглашать номинации Мою номинацию огласили первым И я так даже опешил И поначалу вроде бы расстроился Потому что я думаю, ага, сейчас огласили меня Это значит, что я уже не победил Но потом я вспомнил, что можно получить несколько номинаций То есть один человек может выиграть 2-3 номинации И тогда, когда уже назвали еще одну номинацию Я просто порадовался, можно сказать, сам за себя Подумал о том, что как же здорово на самом деле получить то, что ты подсознательно хотел К чему ты стремился И в итоге я безумно доволен тем, что произошло Безумно рад тому, сколько интересных людей я повстречал Скажи, а вот владение техникой BMX как-то помогло в подготовке? В соревновательных моментах, в выдержке, в напоре, в стремлении? По крайней мере, я выступил на сцене на BMX велосипеде Я показал зрителям и всем тем, кто видел видеозаписи с конкурса фотографии Показал, что есть такой велосипед, что на нем можно какие-то трюки интересные выполнять И, грубо говоря, просто заявил о себе Замечательно, давайте послушаем, что нам говорят наши зрители Алло, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, давайте с вами знакомиться, как вас зовут? Анна Новобелец, мне 64 года Для меня велосипед это жизнь Он меня везет, мой груз везет И скорость, и время экономит Короче, кто не научился ездить, пусть учится А еще хочу передать привет своему руководителю художественному ГЦК Ковалеву Федору Григорьевичу Передавайте У него 77 лет, и он участвует во всех велогонках Ну скажите, от 29 числа вы отправитесь вместе с... Я, наверное, нет, просто я немножечко подвела здоровье Но я не слажу с велосипеда, вот только что приехала Замечательно, спасибо вам за ваш звонок Вот видите, какие замечательные люди живут у нас в городе Кстати, ребят, кто сегодня... Вот какое-то время назад девушки пересели активно за руль автомобиля Сейчас это вполне нормальное явление То, что касается велоиндустрии, вот BMX, велодвижения Девчонок много за рулем? Да, у нас сейчас есть один проектик, называется «Леди на велосипеде» Он очень стремительно развивается То есть это фактически такие женские покатушки Тематические Вот, например, в воскресенье у нас было такое мероприятие Завязано к фитнесу То есть девчонки сами выкатились на стадион Пригласили фитнес-тренера Позанимались и покатались по городу И завершили это все в кафе Капов Пис, по-моему, да Там был просмотр определенного фильма То есть поэтому оборот набирается И девчонок становится больше И причем, ну, говорю девчонок Но это не говорит, что это определенный возраст Нет, возраст вообще совершенно от маленьких До уже достаточно... Уважаемых Да, уважаемых девушек Поэтому я думаю, что это еще будет развиваться И стремиться к гораздо большим количествам и размерам На BMX-ах девушек много Или все-таки это мужская территория, пацанская территория? Скорее, да, это больше мужская территория Но если глянуть на зарубежные Вообще на весь мир То это, в принципе, довольно популярно и среди девушек Потому что, как и в любом спорте А это все-таки спорт, даже олимпийский вид спорта Это интересно и девушкам Это экстрим, в первую очередь Это довольно интересно даже для женской половины Вот ты знаешь, представители старшего поколения По-моему, относятся... Остаются сторонниками классического велосипеда И вот те же самые BMX Считают все-таки направлением молодежным Если это не так, поправь меня Ну, можно и так назвать Но, опять же, если смотреть на другие страны BMX довольно популярен и среди взрослых И я даже буду, наверное, прав если назову пенсионеров То есть есть люди, которые катаются всю жизнь Любят это и развиваются, да Давайте послушаем еще один телефонный звонок У нас есть Алло, здравствуйте Алло По ниточке астральной Под звездным небом сказочного мира Вези меня на родину Шекспира Хочу Биг Бен увидеться в Британии И фоток с королевой привезти Наталии Проехать на метро и Байрону признаться Как я люблю вечерний темп залюбоваться Везет давно меня туманный Арбион Я в здании Британии и в музыку влюблен И вот я здесь Спасибо, Господи, тебе за то, что велик существует на земле Никогда не брошу в велики, друзья На нем катается давно моя семья И сегодня, слушая Глинтвейн, я скажу вам, земляки Пришел сезон, так доставайте велики Спасибо вам Спасибо вам большое, эти аплодисменты вам Друзья, прервемся на небольшую рекламную паузу Она пройдет быстро, а после продолжим готовиться К предстоящему велосезону не переключайтесь Ты не даешь мне Мне спать мысли о тебе Как проклятие Мне тяжело дышать Если рядом нет тебя Солнце светит зря Ведь не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать К тебе В огне В душе моей сгорать В душе моей пылась Звездою падшая в небе Умирать В своем полете Неврогом В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось Что все осталось как прежде Надо только набрать Твой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Как не сойти с ума Если в каждом новом дне Твоё отражение Кто Исцелит меня Если ты доктор мой И лечение Ведь не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать К тебе В огне В душе моей И сгорать В душе моей Пылась Звездою падшая в небе Умирать В своем полете Неврогом В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось как прежде Надо только набрать Твой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ведь не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось как прежде Надо только набрать Твой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать 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 Добрый вечер Велосипеды есть? Есть Конечно Как часто вы пересаживаетесь на велосипеды? Не сильно часто, но пересаживаемся, особенно когда хорошая погода Владимир Николаевич, а какой у вас велосипед? У меня велосипед Silverback, это иностранного производства, но качественно, алюминиевая рама, легкий, туристический Вот чем он у вас укомплектован? Каков обвес вашего велосипеда? Укомплектован он очень хорошо, даже более чем прописано в правилах дорожного движения То есть есть и тормоза, и все необходимое, есть повороты, есть светодиодная подсветка при торможении включается, повороты, звуковой сигнал, зеркало, все полностью оборужено Вот пока мы с ребятами сегодня полвечера беседовали, вы всю нашу беседу слушали, наблюдали за всей ситуацией То есть вот этот велосипед, и этот велосипед, вот без тормозов, без звонков, без зеркал, то есть вы бы просто взяли и оштрафовали их получается, или как? Да, получается, да, жалко, что я не приехал на своем, тоже было бы что показать Так что, значит, ну да, действительно, госавтоинспекция уделяется большое внимание велодвижению Это, прежде всего, контроль и обеспечение самой безопасности велосипедистов По подсчетам сотрудников, по подсчетам госавтоинспекции, сколько сегодня велосипедистов Гомеля? Ну, абсолютно точно сказать это невозможно Ну, то, что зарегистрировано, это порядка где-то 200 тысяч Но это, я думаю, сумма может, ну, количество может быть и в два, и в три, и более раз больше Потому что в каждой семье есть велосипед, и не один, и не два, а практически у каждого члена семьи А вы имеете в виду регистрация? Это вот то, что, особенно в летний период, просто проводятся глобальные акции в городе Всех велосипедистов останавливают и предлагают зарегистрировать велосипед Вы это имеете в виду? Больше, наверное, вопрос Я отвечу на ваш вопрос Да, Андрей Валерьевич Значит, да, действительно, мы проводим акции Значит, эти акции проходят не для того, чтобы мы их поставили на учет Для того, чтобы, во-первых, довести нашим велосипедистам о том, что у нас есть такая возможность поставить велосипед на учет Потому что постановка это сугубо добровольное побуждение каждого владельца велосипеда И объясняем им, рассказываем о том, что поставив велосипед на учет, мы сможем, если что-нибудь произойдет Идет оперативно проверить принадлежность велосипеда тому или иному участнику движения Тому, кто пользуется этим велосипедом Значит, как уже было сказано, у нас на территории Гомельской области существует база, где мы ставим, вводим информацию о велосипедах И эта база сейчас насчитывает уже почти 200 тысяч велосипедов То есть, ну, с каждым годом она растет Вот, вы знаете, в количестве этих 200 тысяч есть и мой велосипед Причем, вот, пользуясь служебным положением Хочу рассказать одну историю Мой велосипед регистрировали где-то раза четыре И вот, вы знаете, у других я видел наклейку, что велосипед зарегистрирован И, то есть, ну, ребята, можете даже на него не покушаться Но я просил, честно, наклейку, мне никто никогда ее не выдал А так хочется на велосипед приклеить эту наклейку Вот куда мне обратиться, куда пойти? Предвидя такую возможность, о том, что у кого-то кто-то захочет поставить на учет велосипед Даже здесь наклеечка есть такая, поэтому мы исправим ситуацию То есть, любые мечты в студии программы Добрый вечер, исполняются Для вас Ребят, поддержите меня аплодисментами Теперь я счастливый обладатель вот этих вот наклейок То есть, имея такую наклейку на велосипеде, уже можно Да, можно уже говорить о том, что велосипед на учете состоит Ну, а по поводу того, что у вас брали информацию Несколько раз, может, еще у кого-то берут Это не говорит о том, что велосипед будет состоять два раза на учете Он будет состоять всего лишь один раз на учете Просто информацию, которую получаем, когда посмотрим ваш велосипед Мы ее перепроверяем по базам И если что-то выскочит, естественно, этого человека То есть, владелец того, кто пользовался этим велосипедом Будет найден велосипед, потом в соответствующем законодательствам забран И возвращен к настоящему владельцу То есть, такие вот у нас есть возможности Хотелось бы затронуть тему правил дорожного движения для велосипедистов Ну, не секрет, они тоже существуют Вот какие основные элементы, за что могут штрафовать велосипедисты? Значит, ну, типовые нарушения правил дорожного движения велосипедистами Это, как правило, движение по дорогам общего пользования При наличии тротуаров, велосипедных дорожек Ну, то есть, на сегодняшний день, в соответствии с пунктом 148 Правил дорожного движения, велосипедное движение должно осуществляться По велосипедной дорожке, тротуару, либо обочине То есть, вне проезжей части Вы знаете, у меня вот возникла идея наших музыкантов Которые тоже являются велосипедистами Проверить на знание правил дорожного движения Давайте я задам вам Вот у меня здесь есть пару вопросов Выдержек из правил дорожного движения При пересечении проезжей части Проезжей дороги по пешеходному переходу Велосипедист должен, Антон Спуститься с велосипеда и перевезти его вручную через дорогу Все верно? Все верно, да Спешиться должен велосипедист И перейти проезжую часть уже в пешем порядке, ведя велосипед Все ли соблюдают эти правила? Ну, в большинстве, конечно же, соблюдают Мы активно ведем профилактику То есть пропагандируем Правильное использование велосипедов И соблюдение правил дорожного движения Выступаем в детских коллективах Ведь все мы вышли из детей Поэтому на это основное делаем упор Также мы проводим Такое движение, как конкурс юных инспекторов дорожного движения Мы проверяем знания использования И практическое вождение велосипедов Непосредственно у детей, учащихся школ Поэтому рассказываем, объясняем Показываем на практике, как что надо Хорошо, вот мы тут уже с Димой в начале программы затронули Разговор о том, что велосипедистов становится больше Соответственно, требуется больше инфраструктуры Городской, это и велодорожек И каких-то, ну, скажем так, приспособлений Где велосипедисты будут чувствовать себя, грубо говоря, как рыба в воде Как ведется работа в этом направлении? Будет ли увеличиваться количество велодорожек? Да, действительно, этому удивляется большое внимание В городе достаточно много участков, где велосипед Может, велосипедом можно управлять вне проезжей части То есть это и пешеходные дорожки И, ну, при строительстве новых микрорайонов Жилых комплексов В соответствии с генеральным планом строительства, развития города Предусмотрены велодорожки При этом они отделяются непосредственно от пешеходного движения Ну, таким примером вот может послужить 59-й микрорайон Это шведская горка, где имеется уже подобная инфраструктура И, ну, вот я даже знаю, моя супруга очень любит именно ездить Именно вот в тот район, там, где можно красиво и безопасно передвигаться на велосипеде Больше велосипедистов появляется на дорогах И тут может возникнуть данные Возникают вот конфликтные ситуации с обычными пешеходами Дим, насколько я знаю, движение «Велогомель» также ведет активную, ну, я не скажу борьбу Но пропаганду, скажем так, напоминать о взаимном уважении на дорогах Да, конечно, мы, собственно говоря, для этого и зарегистрировали именно общественное объединение Чтобы уже проводить более масштабно пропаганду и велосипеда, и культуры взаимоуважения Потому что на самом деле не надо вешать и рылыки, что мы велосипедисты, автомобилисты или пешеходы Мы все пешеходы И неважно, конечно, и не надо делить нас на кого-то Потому что если человек взаимовежлив, он будет себя вести, в принципе, культурно и на дороге, и на тротуаре И мы недавно проводили акцию «Вежливая езда» То есть мы раздавали буклеты с простыми правилами взаимоуважения для пешеходов, для велосипедистов Потому что никому не секрет, что сейчас, в принципе, ну, хватает людей, которые могут целенаправленно переезжать пешеходные переходы Потому что они с чем-то не согласны И мы стараемся лишний раз напоминать, что это в первую очередь ваша безопасность И надо уважать других участников дорожного движения На самом деле это очень-очень важный вопрос Наверное, даже для меня более важный, чем наличие инфраструктуры Потому что если мы будем взаимовежливы, я думаю, у нас все будет хорошо Еще один вопрос, который не могу не затронуть Не дай бог, конечно, но может наступить момент И будем потом искать виноватых, когда велосипед могут просто украсть Кому бежать за помощью в таких случаях И насколько часто в нашем городе, в нашей области такое происходит О чем говорить статистика В первую очередь бежать надо звонить в милицию Сейчас практически у каждого уже есть мобильный телефон Набрать короткий номер, сообщить о том, что где произошло, при каких обстоятельствах Сообщить о приметах своего железного друга Пока будете ожидать сотрудников милиции, которые прибудут в течение 10 минут к вам Посмотреть, как он находится рядом с местом происшествия Потому что там могут находиться люди, которые, если их спросить Они могут подсказать, кто и в каком направлении уехал А эта информация в первую очередь и может повлиять для того, чтобы оперативно задержать человека Который совершил хищение велосипеда Плюс посмотреть наличие видеокамер на объектах Потому что те несколько минут, которые вы ожидаете милиции Могут сыграть впоследствии достаточно значимую помощь в раскрытии преступления Ну а по количеству совершенных преступлений От общего количества краш это где-то около 5% совершаются хищения Ну единственное, тут надо еще учитывать тот момент, что велосипед Стоимость у него может быть как и не сильно значительная Так и достигать достаточно больших ценового эквивалента Который по бюджету может очень сильно владельца ударить Кто в большинстве случаев зачастую становится виноватым в том, что велосипед украли? Сам владелец, который халатно отнесся к своему имуществу Должным образом не прикрепил его или как-то там не запер Или все-таки те, кто ворует велосипеды Они уже достаточно хорошо разбираются во всех велоотмычках и прочем В каждой ситуации нужно подходить индивидуально Потому что, да, действительно, наши владельцы велосипедов Зачастую их ставят без присмотра Достаточно несколько минут, чтобы совершить его хищение Ну, они считают, что две минуты-три зайти в магазин там или в какой-то киоск Не хватит на того, чтобы совершить хищение велосипеда Ну и также обращать внимание на то, что при остановке велосипеда Даже на те места, где они подназначены для хранения возле магазинов в специальных площадках Необходимо их пристегивать И пользоваться непростыми дешевыми устройствами для пристегивания велосипеда Велозамками, так называемыми А уже более такими нормальными Пускай он немножко дороже стоит Но он все-таки повышает надежность сохранности имущества Потому что простой дешевый велозамок Он и открывается путем несложных манипуляций А также тросик этот можно перекусить обычными кусачками Дим, что посоветуешь? Собственно говоря Я имею в виду в плане сохранности своего велосипеда Тросик можно перекусить, замочек вскрыть Проявляет бдительность в первую очередь Потому что да, зачастую обычно большой процент краж происходит именно тогда Когда элементарно не пристегнули свой велосипед То есть мы периодически выставляем информацию о пропаже или краже велосипедов в своем велосипеде И зачастую процент как раз-таки самый большой Это как раз тогда, когда люди думали Вот я сейчас поставлю, на минуточку забегу в магазин Выйду и, собственно говоря, пронесет А был ли велосипед? Да, на самом деле у меня такой случай тоже был, когда я зашел в веломагазин Оставил буквально вот, мне надо было зайти и сказать только человеку Вот там заберешь документы, все Собираюсь выходить, мне человек говорит Там твой велосипед поехал Я выхожу, действительно поехал Это мне повезло Мне повезло, что он был просто сломан На нем далеко не уехали Вот это была вот действительно простая халатность Что я поленился пристегнуть Ну вот повезло, что просто был слом Время неумолимо, к сожалению, бежит вперед Эфирный час пролетает, но просто незаметно Велосезон вот-вот откроется Сотрудники вашей службы, как к нему подходят И какие перспективные планы на лето, весну, лето, осень? Ну, прежде всего мы непосредственно примем участие в открытии велосезона Это и, значит, прежде всего обеспечение безопасности При прохождении колонны по улицам города Гомеля Я, может быть, озвучу тогда, какие улицы Значит, начало это будет от улицы Ланге Далее по Советской, в сторону Федюнинского По улице Федюнинского Далее Сверидово, Восточный обход Мазурово И заканчиваем на Ледовом дворце Уж не буду заглядывать наперед, но обещаю, что в этом велозаезде Я также приму участие Ну, приглашайте всех Мы приглашаем, собственно говоря, всех Поучаствовать в данном мероприятии Прокатиться со своими друзьями Просто товарищами Возможно, вы найдете новое знакомство И прекрасно проведете время Друзья, после небольшой рекламы Нас с вами еще ожидает один музыкальный сюрприз От наших музыкальных гостей группы Глинтвейн Не переключайтесь Друзья, в завершении эфира хочется напомнить о том, что 29 апреля Это уже в это воскресенье состоится велозаезд Который станет началом открытием велосезона 2018 Поэтому, Дим, напомни еще раз, по какому адресу это состоится? Это будет напротив корпуса Медуниверситета На улице Ланге В 10 часов мы собираемся В 11 часов мы стартуем В сопровождении сотрудников ГАИ В общем, друзья В 28 числа в 10 утра встречаемся около Медуниверситета И одной большой дружной структурированной компанией Открываем велосезон Ну, а сегодня этим вечером мне хочется всех вместе И каждого в отдельности поблагодарить за то, что пришли Открыли вместе с нами в рамках доброго вечера этот сезон Дали полезные советы Вам же остается напомнить, что ищите нас в соцсетях Оставляйте ваши комментарии и делитесь вашим впечатлением А на какие темы вы хотели бы еще поговорить с одним из добрых вечеров Завтра будет новый вечер, он обязательно будет добрым Ну, а сейчас эти эфирные просторы под занавес сегодняшнего вечера Я уступаю нашим музыкальным гостям в группе Глинтвейн ваши аплодисменты 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 Валерий Курас 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 Валерий Курас